Дорогие наши корейские друзья! Еще раз добро пожаловать в Узбекистане. Мы рады, искренне рады вас видеть. Это продолжение нашего диалога, который был запущен нашими институтами в прошлом году. Мы провели, как уже отметил директор нашего института, диалог, посвященный двустороннему сотрудничеству. И тогда мы договорились провести диалог уже более в расширенном формате, в формате Центральной Азии и Республики Корея. Я приветствую господина Канг-Джунг-Йонга, директора Центра международных и региональных исследований Университета иностранных языков Канг-Гук. Особую честь меня доставляет видеть на нашем мероприятии господина Ван Юн-Джона, секретаря президента Республики Кореи по экономической безопасности. Особую благодарность я хочу выразить нашим центрально-азиатским коллегам, директорам, руководству стратегических институтов стран Центральной Азии. Я хочу нашим корейским коллегам напомнить, что в каждой стране Центральной Азии есть аналогичные институты, институты стратегических исследований, которые функционируют при главах государств. И сегодня наши коллеги, я пользуюсь возможностью, хочу выразить благодарность, поддержали нас и принимают участие в этом, несомненно, важном мероприятии. Я хочу перейти к рабочей части нашего мероприятия и уже предоставлять слова нашим коллегам. Но прежде чем начать, я бы хотел вернуться к словам, которые сказал господин Ван Юн-Джон, секретарь президента Республики Кореи по экономической безопасности. Действительно, сегодня все говорят о кризисе, комплексном кризисе, с которым сталкивается международное сообщество. Я думаю, тут сидят эксперты, знают, о чем идет речь. Это влияние геополитических факторов на мировую экономику. И это, конечно же, затрагивает все государства. Тем не менее, мы должны видеть в кризисе и возможности. Как сказал господин Юн-Джон, действительно, мы в Центральной Азии видим также и возможности. Хочу обратить ваше внимание, что регион очень динамично развивается. Если сравнить с 2000 годом, население региона выросло на 25 миллионов. Сегодня это, по сути, 80 миллионов. Это сопоставимо с Ираном, Германией, Францией, Турцией. То есть население. И это довольно-таки молодое население. Средний возраст 28 лет. 28 лет. Причем рост населения продолжается. Ежегодно Центральная Азия прибавляет где-то приблизительно 2%. И ожидается, что к 2030 году в Центральной Азии будет уже проживать более 100 миллионов человек. То есть это довольно-таки динамично развивающийся регион в плане демографии. Но и в плане экономики. Если посмотреть ВВП, это уже 405 миллиардов. Конечно, несопоставимо это с ВВП Республики Корея, которая составляет почти 1,7 триллионов долларов. Но, тем не менее, это видна тенденция роста. Если сравнить с 2000 годом, за последние 20 лет ВВП вырос в 2 раза. Если у меня составляет 45 миллиардов, это сопоставимо с Малайзией, с ЮАР, с ВВП Пакистана. То есть довольно-таки устойчивый рост экономики, которая ежегодно прибавляет 5-6%. Даже в условиях пандемии, благодаря региональному сотрудничеству, в регионе наблюдался стабильный рост экономики. Мы видим и на притоке инвестиций. Сравнись с 2000 годом. Тогда объем накопленных инвестиций составлял порядка 12 миллиардов. А сегодня это уже 250 миллиардов. То есть даже объем накопленных инвестиций увеличился в 20 раз. Причем я вот посмотрел статистику. Если с 2011 по 2020 годы ежегодно регион привлекал 10 миллиардов долларов, то в прошлом году объем привлеченных инвестиций составлял 40 миллиардов долларов. То есть из этого видно, что и внешние акторы видят, что регион действительно представляет такой перспективный, емкий рынок. И эти перспективы становятся более очевидными в условиях, когда регион сближается. В регионе сформирована довольно-таки хорошая политическая атмосфера, укрепляется доверие. И мы сегодня видим, что страны региона выходят на новые формы экономической кооперации. Создаются в приграничных территориях торгово-индустриальные зоны. Создаются инвестиционные фонды, которые поддерживают проекты промышленной кооперации. Вот недавно в Душаме прошел саммит, где были озвучены инициативы о принятии программы промышленной кооперации, о запуске транспортной платформы в регионе по укреплению региональных взаимосвязанностей. Были инициативы по запуску климатического диалога в регионе. В целом, сегодня динамика развития многостороннего сотрудничества в регионе дает основания смело утверждать, что регион становится центром инвестиционной и экономической активности. И я согласен с господином Ван Юн Джоном, что надо воспользоваться этой возможностью и приложить все усилия для того, чтобы раскрыть производственные человеческие потенциалы региона и способствовать интеграции в регионах глобальной цепочки добавленной стоимости. То есть производственные, логистические цепочки. И тут мы, конечно, с Республикой Кореи очень активно работаем. Есть, конечно, большой незадейственный потенциал. Я надеюсь, что наши коллеги из стран Центральной Азии изложат свое видение, озвучат предложение. И таким образом я хочу первое слово предоставить господину Фанилю Абдулхайевичу. Фанил Абдулхайевич является исполняющим обязанности директора Международного института Центральной Азии. Это новый институт, был создан недавно. Именно в контексте нашей новой внешней политической линии в Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества. И сегодня Международная института Центральной Азии является таким ключевым мозговым центром в Узбекистане. Я думаю, и в Центральной Азии, который продвигает Центрально-Азиатскую кооперацию. Спасибо большое, уважаемый Акран Джоид Хомович. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума, прежде всего я хотел бы также присоединиться к словам благодарности в адрес организаторов настоящего круглого стола, форума. Значит, это Институту стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Центру международных региональных исследований университетов иностранных языков Хангкок за приглашение и прекрасную организацию данного мероприятия. Я высоко ценю возможность выступить перед вами сегодня и хотел бы прежде всего остановиться и акцентировать внимание в своем выступлении на аспекты, связанные с сегодняшней ситуацией в Центральной Азии. Уважаемые коллеги, на фоне складывающихся процессов в мире для стран Центральной Азии, как никогда, востребованными задачами остаются вопросы, связанные с обеспечением мира, стабильности и экономического роста. Сегодня Центрально-Азиатский регион все более активно участвует в формировании мировой и региональной повестки, содействует решению важных задач устойчивого развития. В этом контексте стоит отметить, что Центральная Азия на глобальных площадках стала рассматриваться, и об этом уже сегодня звучали слова, в качестве консолидированного региона, государства которого объединены не только общей историей, традициями и культурой, но и важными интересами обеспечения региональной безопасности и развития. В регионе создана атмосфера доверия и взаимопонимания, добрососедства и сотрудничества, возникает качественно новая геополитическая реальность, что превращает Центральную Азию во все более устойчивый сегмент мировой политики. В происходящей региональной трансформации трудно переоценить роль запущенных в 2018 году консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Они были запущены по инициативе президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавкат Миромановича Мирзиоева. В текущем году прошла уже пятая, скажем так, юбилейная встреча лидеров государств Душанбе, где главы государств еще раз подтвердили свое стремление всесторонне расширять и углублять многоплановое сотрудничество в интересах обеспечения мира и устойчивого развития в регионе. Благодаря данной платформе и укреплению доверительного диалога между нашими странами и лидерами мы постепенно выходим на уровень выработки совместных подходов для решения наиболее насущных проблем региона и продвижения проектов, обеспечивающих взаимный рост и устойчивое развитие государств. Активные контакты идут на разных уровнях. В рамках широкого политического диалога нашими странами удалось придать регулярный характер межпарламентским связям, учредить форум диалога женщин и ректоров высших учебных заведений, запустить экспертные встречи, различные платформы. Этот ряд можно продолжать. Организованный регулярный бизнес форумы постепенно создается благоприятные условия для активного участия и вовлечения в этот процесс молодежи. Только за последние шесть лет, и это, конечно, дает свои результаты, только за последние шесть лет товарооборот между странами, я думаю, что уместно будет здесь повторить эти цифры, между странами вырос в два с половиной раза. Наверное, будет нашим корейским коллегам, друзьям интересно. Значит, товарооборот за последние шесть-семь лет между странами Центральной Азии вырос в два с половиной раза. Значит, это темпы роста там, да, очень высокие. Значит, объем взаимных инвестиций в шесть раз. Значит, приток прямых иностранных инвестиций на 45%. В пять раз увеличилось количество совместных предприятий. То есть, вот буквально за короткий промежуток времени мы увидели такие достаточно серьезные подвижки в вопросах укрепления сотрудничества между нашими странами. Значит, растет как товарооборот, внешнеторговый оборот в странах Центральной Азии, так и торговля внутри, между странами региона. Все эти позитивные моменты, конечно, отражаются и на экономическом развитии. И еще раз хотел бы повторить, что за последние годы совокупный валовый продукт стран Центральной Азии вырос на 40%. Значит, мы видим, что происходит тесная координация наших стран на международных площадках путем выработки согласованных подходов к выстраиванию отношений с ведущими государствами и центрами силы. Сегодня можно услышать единую позицию государств Центральной Азии в рамках ООН, в рамках СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации тюркских государств и на других площадках. Очень активно развивается диалог такой формат, как Центральная Азия Плюс. Их сегодня уже больше 10. Только в текущем году были проведены ряд форумов в таком формате, в том числе с Китаем, Советом Сотрудничества Арабских Государств Залиева, Соединенных Штатами Америки, Германии, США. И вот буквально недавно, в прошлом месяце, в Ашхабаде прошел форум Центральной Азии и Южная Корея, Республика Корея. В этом контексте надо отметить, что такой формат одним из первых инициаторов была именно Республика Корея. С этого момента уже более 16 форумов таких высокого уровня произошли, проведены. И, значит, еще раз на всех их звучала тезис о необходимости и, значит, желании тесно взаимодействия между Центрально-Азиатскими странами и Корейской стороной. Уважаемые коллеги, сегодня динамика в мире представляет собой многообразный спектр перемен, в котором мы видим не только перспективы, но и вызовы. Ситуация остается сложной и труднопредсказуемой в контексте фрагментации системы международных отношений. Негативное влияние этого процесса усиливается нарастающими проблемами энергетической, продовольственной, экологической безопасности. В этих условиях перед нами как никогда стоит задача разработки и использования отвечающих современным реалиям подходов, способствующих стабильному развитию Центральной Азии. Они, несомненно, должны включать в себя меры по широкой региональной интеграции для обеспечения эффективных решений общих вызовов. В этой связи я хотел бы отметить следующие направления сотрудничества, обозначенные президентом Республики Узбекистан в ходе пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Я думаю, это будет интересно для наших, прежде всего, корейских коллег и друзей, которые позволят не только укреплять региональную взаимосвязанность, но и, думаю, окажут самое позитивное влияние на развитие государств Центральной Азии. Во-первых, было обозначено такое ключевое направление – это наращивание взаимной торговли и промышленной кооперации. Нам крайне важно создавать благоприятную среду для развития данных направлений, которые являются ключевыми драйверами регионального партнерства и интеграции. Узбекистан также выступил за принятие комплексной региональной программы, предусматривающей формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе, открытие и расширение центов приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле. Как было отмечено, это должно придать системный характер нашим совместным усилиям в этих направлениях. Во-вторых, развитие транспортно-коммуникационной взаимосвязанности путем устранения барьеров, предоставления на взаимной основе льгот и преференций. В целях дальнейшего повышения транспортного потенциала стран Центральной Азии узбекская сторона выдвинула инициативу по подготовке программы мер по либерализации рынка транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур, изучить вопросы создания интегрированной цифровой платформы международных перевозок. Я думаю, в этом контексте здесь уже такого рода звучали тезисы, когда мы могли бы вместе с нашими корейскими компаниями именно в этом вопросе иметь очень хорошие подвижки и наладить сотрудничество. Данные меры должны обеспечить эффективную интеграцию Центральной Азии в глобальные экономические и транспортные коридоры, минимизируя негативное влияние отсутствия у региона прямого выхода к Мировому океану. В-третьих, перспективным и чрезвычайно актуальным направлением для сотрудничества является водно-экологическая и энергетические сферы. И здесь об этих вызовах уже сегодня говорили. Действительно, это очень серьезные, долгосрочные вызовы. И здесь необходима организация системной работы между странами Центральной Азии с привлечением международных организаций, с привлечением наших партнеров. И мы сегодня уже услышали, что и корейская сторона выражает готовность в этом формате укреплять сотрудничество. Я думаю, что эти меры позволят продвигать и наши интересы, и таким образом купировать те вызовы климатического характера, которые перед нами стоят. При этом ключевым фактором в реализации наших проектов в условиях глобальных климатических изменений, конечно же, должно стать продвижение зеленой повестки, развитие сфер альтернативной энергетики и производство зеленого водорода. В-четвертых, с учетом близости культурных, духовных и национальных ценностей в центры внимания должны быть вопросы всемирного углубления культурно-гуманитарных связей, развития народной дипломатии между нашими странами, а также укрепления региональной идентичности. В-пятых, активно работать над реализацией совместных проектов, которые должны содействовать продвижению мирного процесса в Афганистане. Объединение усилий в этом направлении, на наш взгляд, будет способствовать снижению политических рисков в регионе, повышению привлекательности Центральной Азии для внешних партнеров, обеспечению условий устойчивого развития наших стран. Глава нашего государства отметил, что Узбекистан намерен и далее оказывать необходимое содействие афганскому народу, выступив за постоянный открытый диалог с нынешними властями Афганистана, а также интеграцию этой страны в региональные экономические процессы. Мы уверены, что укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии по этим и другим направлениям в полной мере отвечают интересам наших ключевых партнеров, в том числе и Республики Корея. Уважаемые коллеги, здесь господин Ли Джон Кук, исполнительный директор секретариата форума Центральной Азии Кореи, я сказал, что буквально в прошлом месяце мы провели подобного рода в Сеуле мероприятие между аналитическими центрами стран Центральной Азии и Кореи. Видно неподдельный интерес к укреплению такого формата сотрудничества. Я считаю, что нынешний, сегодняшний форум является, скажем так, логическим продолжением того диалога, который был запущен в прошлом месяце и который дает возможность обсудить на экспертном уровне значимость и актуальность взаимодействия стран Центральной Азии и Республики Кореи. Убежден, что результаты сегодняшнего форума дадут нам возможность всесторонне объективно проанализировать текущее взаимодействие, обменяться мнениями по новым перспективам, направлениям нашего сотрудничества. Хочу выразить свои наилучшие пожелания всем участникам форума, желаю всем успехов в будущих проектах и надеюсь на дальнейшее совместное сотрудничество. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемый господин Кадыров, господин Абдульхайович. Вы полепредметно уже изложили те приоритеты, которые были определены главами государств Центральной Азии на саммите, который прошел в сентябре. Я хочу напомнить нашим корейским друзьям, что это был пятый саммит, как было уже отмечено, в 2018 году. Он был запущен в Казахстане, в Астане. И, по сути, вот этот сентябрьский, душаминский саммит, он завершил цикл, первый цикл среди глав государств. И последний саммит показал, что есть твердая политическая воля продолжать региональную кооперацию. Более того, было принято решение учредить Совет национальных координаторов. И задача этого Совета определено повысить эффективность регионального сотрудничества. Я теперь с большим удовольствием хочу передать слово нашему казахстанскому партнеру, директору Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, Тукумову Ярхиму Валетхановичу. И пользу сущим хочу выразить благодарность, что вы нашли время, поддержали нашу совместную инициативу и сегодня принимаете личное участие в мероприятии. Вам слово, Иркин Вальдханович. Да. Спасибо большое, Акам Джон Ольханович. Я не мог не поддержать наших узбекских коллег, принять участие лично в мероприятии. Я считаю, что это всегда очень важно встречаться хотя бы даже онлайн со своими коллегами из региона. Нам всегда есть что обсудить, всегда есть идеи, которым необходимо обменяться, послушать друг друга. И я вот очень рад, что у нас такая высокая, интенсивная встреча между нашими коллегами из Центральной Азии постоянно, регулярно происходит, практически ежемесячно. Я с удовольствием слушаю наших коллег из Узбекистана, из Таджикистана. Я вот вижу, мой уважаемый друг Хайрдин Усмоныш здесь, коллеги из Узбекистана, коллеги из Туркменистана здесь есть. Нам всегда есть что обсудить. В пользу случаям, если мы не встретимся в этом году, я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать нам всем успешного Нового года, реализации тех задуманных вещей, идей, которые мы сами планируем. Ну и заодно хотел бы попросить всех нас обменяться, какие есть планы на следующий год, какие мы могли бы мероприятия вместе провести, какие мы могли бы совместные исследования, о которых мы уже неоднократно говорим, но пока что практических результатов особых нет. Ну, мы можем между собой так говорить. Хотя, наверное, процесс уже запущен, процесс уже идет. Мы максимально открыто обмениваемся между собой идеями разными, предложениями. Но я хотел бы призвать нас к более активной, так скажем, обмену тех задумок, которые у нас есть, и уже приступить к какой-то реализации. И, пользуясь случаем, конечно же, вот мой коллега Акармжон Ильхомич уже сказал о том, что цикл мы завершили, неформальных саммитов в Душанбе. В следующем году будет встреча шестая в Астане. И, согласно правилам, мы должны за месяц, да, где-то так, провести встречу институтов стратегических исследований. Поэтому хотел бы, чтобы мы заранее уже в график поставили встречу, наверное, ну, мы согласуем между нами, когда самый удобный срок, ну, возможно, это начало июля или конец июня, встретиться в Астане для подготовки, рекомендаций, каких-то хороших предложений, выверенных предложений для главных наших государств, которые могут быть приняты на шестом неформальной встрече глав государств Центральной Азии. Конечно же, тот формат Центральная Азия плюс, который с каждым годом очень интенсивно развивается, нельзя не приветствовать. И, конечно же, один из самых важнейших здесь направлений, Центральная плюс, это Южная Корея. Мне кажется, даже если я не ошибаюсь, с этого формата и началось Центральная Азия плюс. То есть это один из самых таких устоявшихся, самых таких плодотворных форматов с Южной Кореей. И совершенно верно, Ахрамжо Дальхомыч сегодня отметил, что хотя мы уже сравнялись с населением с Южной Кореей, даже, может быть, уже больше, чем Южной Кореей, но в контексте ВВП, в контексте экономического развития нам, конечно, есть еще куда развиваться. Если сравнивать ВВП в абсолютных числах, то мы остаём практически в четыре раза. И здесь нам очень важен опыт развития Кореи, экономического прежде всего. Вы знаете, что Казахстан сейчас осуществляет очень важнейшую реформу в сфере экономической модернизации, развития обрабатывающей промышленности, развития сельского хозяйства, новых технологий и так далее. Мне в этом году удалось побывать в Южной Корее, и я сам убедился, насколько нам будет важен опыт Южной Кореи. Почему? Потому что эта страна, несмотря на дальние расстояния, очень близка нам ментально, очень близка нам с точки зрения таких, знаете, культурных подходов, которые очень тесно коррелируются, в том числе и с экономическими, модернизацией экономических подходов. Поэтому нам важно, Казахстан и так уже достаточно активно работает с Южной Кореей, но в целом, с точки зрения региона, нам важно посмотреть на многие такие новые технологические подходы, экономические модернизационные подходы для их имплементации в регионе Центральной Азии. Я бы хотел поделиться еще дополнительно теми выводами, которые мы сделали в начале года, собравшись в Астане. Вы помните, мы сделали круглый стол на тему Центральной Азии 2030, и там мы вывели топ-5 рисков, на которые стоит обратить внимание в развитии региона. Это, прежде всего, дефицит водных ресурсов, качество человеческого капитала, усиление влияния вне региональных игроков, социально-экономическое положение населения и последствия климатических изменений. Мы считаем, что решение этих рисков требует усилий не только со стороны нашего государственного участия, и бизнеса, и общества. Но, говоря о проблемах, мы должны говорить и о возможностях. Так вот, в топ-5 наиболее приоритетных направлений кооперации мы могли бы выделить такие, как расширение сети транспортных коридоров, синхронизация усилий стран по развитию водно-энергетического потенциала, формирование регионального сельскохозяйственного кластера, развитие туристического потенциала в Центральной Азии, совместное развитие человеческого капитала. И здесь я вижу, что возможности развития регион, на которых необходимо сосредоточиться в ближайшее время, это первое ускорение работ по обеспечению транспортно-логистической связанности, следует нацелиться на внедрение так называемых зеленых полос, которые позволят значительно упростить процессы таможенного оформления в пунктах пропуска по отдельным категориям товаров. В свою очередь это ускорить пересечение границ транспортными средствами. Вдоль границ создается необходимая для развития промышленной кооперации транспортно-логистическая инфраструктура. К примеру, ведется строительство железнодорожной линии Дарбаза-Махта-Арал из Казахстана в Узбекистан, Международного центра промышленной кооперации Центральной Азии, что будет способствовать развитию торговли и переграничного взаимодействия в рамках экономического коридора северо-юг. На Казахстан и Узбекистан сегодня приходится порядка 80% всей торговли в Центральной Азии. Второе. Активизация работ по автоматизации и цифровизации. Нашим странам необходимо совместными усилиями разработать механизм, который позволит выстроить умную транспортно-логистическую экосистему. В части реализации мер по укреплению связанности нельзя упускать внимание появление новых технологий, искусственного интеллекта в том числе, и цифровые решения в части гармонизации контроля, доступа к информации в сфере транспортной логистики могут придать преграничным коридорам устойчивость и повысить их эффективность. Третье. Важно развивать наши институциональные связи по взаимодействию с международными партнерами. Сегодня уже Акрамжон Ольхомович отмечал, что всего 28 лет, а вот для сравнения в Европе средний возраст уже практически 45 лет. Но надо отметить, что такое положение будет не всегда. И нам нужно воспользоваться тем, называется, демографическим окном возможностей, который сейчас есть. Он будет длиться 10, 15, 20 лет. Тоже, кстати, одно из полей для исследований нам, Центрально-Азиатским институтом стратегических исследований, о том, о человеческом капитале. Я вот думаю, одна из тем, которая может быть... То есть мы всегда говорим о том, что у нас регион молодой, что средний возраст 28 лет, но как будет дальше? То есть через какое время мы уже будем, так скажем, намного старше, да? И что с этим... Какие превентивные меры? Какие меры предлагаются? То есть, ну, здесь, я думаю, надо изучить опыт уже развитых стран, где уже происходят такие тенденции. И с чем они сталкиваются? Как мы... К чему мы должны готовиться? Пока что человеческий капитал, о котором мы сейчас говорим, это имеет и положительные, и, так скажем, риски. То есть риски неиспользования правильного человеческого капитала. Плюс, конечно же, с одной стороны, человеческий капитал, если говорить о демографии, он увеличивается, но это ведет к необходимости создания новых рабочих мест, создания дополнительных ресурсов для проживания, да? Для создания дополнительных условий для молодежи. Это определенная нагрузка на наши ресурсы в регионе, в том числе и водные, энергетические. Насколько мы здесь готовы вот к таким высоким темпам, что нам нужно делать, как нам нужно, на что нам нужно уделить внимание, в том числе и в вопросе образования, в вопросе среднего, высшего образования, в вопросе дальнейшей интеграции образовательных наших систем с миром, с мировым сообществом. То есть очень много вопросов, вот в том же вопросе человеческого капитала, который нам нужно совместно изучать. В этом контексте взаимодействие с Южной Кореей имеет особое значение. В сентябре наш институт совместно с посольством Республики Кореи проводил совместное мероприятие, посвященное применению опыта развития промышленности Южной Кореи в Казахстане. И когда в ходе моей командировки в Сеул в этом году, в апреле, было заметно, что все-таки у наших корейских коллег есть большой интерес в Центральной Азии, но недостаточная информация о нас, о регионе. Поэтому вот как один из таких шагов было предложено посвятить один из выпусков журнала Global Asia, очень известного, очень популярного издания в Южной Корее, я с главным редактором познакомился, посвятить этот номер Центральной Азиатской тематике. И я надеюсь, что этот номер уже выйдет в этом месяце, может быть, в этом году, ну то есть в этом месяце в Южной Корее, и это даст дополнительный источник для информации, что происходит в Центральной Азии. Казахстанцам, в свою очередь, корейская культура тоже близка. И этому способствует наличие значительной корейской диаспоры в Казахстане, почти 110 тысяч человек. Это открывает возможности для дальнейшего укрепления культурных и экономических связей между двумя странами. Я хочу заметить, что у Казахстана есть значительный потенциал в развитии агропромышленности, нефтехимии, обработке редкоземельных металлов. Для выхода на передовые мировые стандарты мы должны акцентировать наше внимание на синтезе науки, развитии человеческого капитала и технологий. Республика Корея является важнейшим партнером Казахстана и занимает шестое место сегодня по объему инвестиций. В Казахстане и Южной Корее реализуются 58 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 4,5 миллиарда долларов США. В Южной Корее входит топ-5 главных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между нашими странами по итогам прошлого года составил более 6 миллиардов долларов США и это показывает рост более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Ну то есть у нас есть огромный потенциал для сотрудничества с Корейской Республикой и я считаю, что от нас от исследователей тоже много очень зависит по развитию этого потенциала по подготовке предложений где нужно уделять внимание сотрудничеству. Но я думаю, что как раз таки вот тема человеческого капитала, тема развития каких-то новых технологий, тема образовательная, то есть как те же вузы Южной Кореи могли бы сотрудничать с вузами Центральной Азии. Это очень серьезное направление для исследований и я считаю, что нам нужно уделить этому особое внимание, которое безусловно будет способствовать развитию отношений между регионом и Южной Кореей. Спасибо большое за внимание. На этом я хотел бы завершить и готов, если нужно, ответить на вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, Юркин Валитханович. Согласен с вашим первым таким тезисом, что нам надо почаще встречаться. Мы и встречаемся очень часто. Мы буквально с вами виделись 2 дня назад в Москве. В этом году вели очень интенсивный диалог, кстати, и в прошлом году. и он продолжается. И в этом плане действительно Казахстан был таким инициатором ряда форумов, которые прошли в Астане, где мы обсуждали в том числе перспективы развития Центральной Азии. Сейчас думаем над тем, чтобы самим разработать собственную стратегию развития региона. Есть различные стратегии, которые разработаны в нерегиональными акторами, но у нас есть такая идея, что мозговые центры стран Центральной Азии должны возглавить эту работу, интеллектуальную работу по разработке собственной такой региональной стратегии, которая четко определила бы наши региональные потребности, наше видение развития международной ситуацией, места региона в мире. И вот эта работа сейчас ведется, и мы готовы эту работу продолжить. Считаем, что надо ее продолжить. Мы сейчас пока остановились на определенном этапе, но уже для себя определили вызовы, определили направление. Осталось это все как бы свести в один такой концептуальный документ. согласен абсолютно с теми вызовами, которые вы определили. Климат, водные ресурсы, социально-экономические проблемы, геополитические процессы, в то же время и возможности, которые открываются. Вот касаясь человеческого капитала, и вот сейчас, когда вы говорили, я вспомнил, кстати, эта проблема осознается в регионе, и я хочу напомнить, что в июне 2021 года в Туркестане, кстати, в Казахстане встречались министры высшего образования, и это был форум, центральный азиатский форум по образованию, и там была принята туркестанская декларация. Туркестанская декларация, где главы министерств, которые отвечают за образование, договорились сформировать в регионе, как тут вот заявлено, единое образовательное пространство. Договорились сформировать альянс вузов стран Центральной Азии, создать альянс студентов стран Центральной Азии, более того, была договорена сформировать аккредитационный совет по обеспечению качества образования стран Центральной Азии, создать ассоциацию организаций по признанию квалификации и документов об образовании. То есть мы понимаем, что действительно у нас население растет, превышается среднемировые темпы. Взять Узбекистан, у нас ежегодно рождается порядка 900 тысяч детей. За вычетом смертности где-то ежегодный прирост превышает 700 тысяч. У нас в прошлом году, даже в этом году, на рынок труда выходят от 600 до 700 тысяч человек. И, конечно, темпы создания рабочих мест не успевают демографическим приростом. Где-то 300-400 тысяч создаются рабочих мест. Мы в этом плане, конечно, работаем с той целью, чтобы диверсифицировать рынки труда. В этом плане и с Кореей работаем, наши граждане работают и в Корее. Если вот мы раньше работали в основном с пятью государствами, это Россия, Корея, Турция, Арабские Эмираты, Казахстан. Сегодня мы уже работаем с 33 государствами. У нас работодателями где-то порядка 500 работодателей 33 государств, с которыми у нас заключены контракты. По организованному набору рабочей силы и трудоустройства даже есть такой банк вакансий 100 тысяч. Он же такой запрос со стороны наших внешних партнеров. То есть такая идет работа по трудоустройству наших граждан и в том числе и за рубежом. Конечно, в первую очередь мы думаем о том, чтобы трудоустраивать их здесь, в регионе, в Узбекистане. Для этого мы большое внимание уделяем развитию человеческого капитала. И говоря об образовании, вот недавно и об климате, может где-то связь есть. Недавно в Узбекистане создали Центрально-Азиатский университет окружающей среды и изучение изменения климата. Green University, он так и называется. И университет создан решением президента и предусматриваются квоты, в том числе и для граждан Центральной Азии. То есть мы понимаем, что климатические проблемы это общие проблемы. И тут только сообщая, вместе их можно решать. И, конечно, в этом плане мы создаем образовательные кластеры, где можно готовить специалистов для этой сферы, причем совместно. Поэтому абсолютно согласен на развитие человеческого капитала, вопросы климата. И, конечно же, наше общее видение очень важное. Я думаю, это будет интересовать и наших партнеров тоже. Спасибо большое еще раз, Иркин Валитханович. Спасибо за поддержку. Я теперь хотел бы предоставить слово, вот у нас сначала, если вы не против, я слово дам нашим директорам, наших партнерских институтов. Для меня тоже большое удовольствие предоставить господину Усмон Зода, Харидину Усмоновичу, директору Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, вам слово. Спасибо, Ахрам Джон Тахарович. Дорогие коллеги и друзья, прежде всего, хочу переназвить признательность руководству института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Таджикистан. Лично и Эльдару Тахаровичу, и Центра международных и региональных исследований при университете иностранных языков Тангкок за организацию данного форума. И, пользуясь этим случаем, хочу выразить признательность нашим коллегам из Республики Казахстан, уважаемому Элькину Валикановичу и дорогих коллег из стратегических институтов Республики Туркмени и Казахстана. И, пользуясь случаем, хочу тоже поздравить всех с настоящим Новым годом и выразить огромную признательность корейским нашим коллегам за теплый прием во время нашего перебития в городе Сеуле в этом году в форме стратегических центров Центральной Азии и Южной Кореи. Уважаемые коллеги, Республика Таджикистан очень динамично в последние годы развивает экономические и другие разносторонние связи, отношения с странами Центральной Азии, другими странами Центральной Азии и объем товарооборота между нашими странами очень огромное выросло. Вот, например, Республика Таджикистан, я могу отметить, что Республика Таджикистан, например, занимает первое место для торговых партнеров Республики Таджикистан. Вот в этом году объем товарооборота между двумя странами уже достигал 1 млрд грн. И современная экономика Республики Таджикистан характеризуется процессами и трансформации, и инновационного развития промышленностей с учетом особенностей и системных признаков цикровизации. В Республике Таджикистан на данном этапе модернизации экономики реализуется национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Реализация этой стратегии должна обеспечить ускоренную индустриализацию нашей страны. Для достижения основных параметров реализации этих задач определены следующие приоритеты в области промышленности. Это прежде всего рост объем производства и реализации промышленной продукции, конкурентоспособной на брутах и внешних пунктах. Организация эффективной системы производства кадров, способных создавать и осваивать промышленные технологии, производить инновационную продукцию. И создание инновационных основ для устойчивого и превентивного развития отраслей промышленностей, создания инновационных и высокопроизводительных кластеров. И последнее развитие национальной системы эффективного импортозамещения на основе кленоводки местных ресурсов. Прежде всего в агрокаламичном комплексе, в строительном комплексе и в горнообогатительном кластере. В этом аспекте расширение взаимовыгодных отношений с Кореей сегодня является основным направлением в политике Республики Таджикистана. Это обещает интересам обоих сторон и, соответственно, одно особенно важное в условиях, когда страны Южной Азии, в том числе Южная Корея, на пункте глобального экономического спада, наоборот, демонстрируют тенденцию к росту своих экономий. В настоящее время в целях укрепления развития и расширения торгово-экономической связи между Республикой Таджикистан и Кореей имеются широкие основания для сотрудничества. В этой связи важную роль играет Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, как механизм взаимной интеграции двух стран, а также программа с инструкцией стран в различных областях экономики до 2020 года. До настоящего времени осталось не только совместных заседаний этой комиссии, участием официальных полегаций обоих стран, в рамках которой были достигнуты важные возможности, в том числе связанные с увеличением объемов торговли, бизнеса и единицы. Отвержением этих движений могут служить и проведение в этом году делового инвестиционного форума обоих стран и использование его в рамках совместных предприятий, особенно в области промышленности. Сегодня в столице Республики Таджикистан и в других городах действуют несколько промышленных предприятий с капиталом корейской страны. В развитии и расширении сотрудничества между двумя странами важное значение имеет также взаимодействие в рамках развитых программ Корейского агентства международного сотрудничества КОЭКО. Только в этом году между этим агентством Министерством энергетики и водных ресурсов в Республике Таджикистан было подписано соглашение об составлении гранта в сфере энергетики и производства «Зеленые деньги». Срок реализации этого проекта рассчитан до 2024 года, в течение которых до сфере энергетики получат много жителей близлежащих районов и отношений к Душанты. Теперь Республика Таджикистан порядок с другими странами, и на карьере список приоритетных стран для инвестиций на ближайшие периоды. Я Олеговец, посредительница высокой экономической и торговой сотрудничества международными странами, за это мы благодарим нашими коллегами, близкими друзьями. В связи с этим, экспортный, импортный банк Кореи заинтересован также в предоставлении долгосрочных кредитов предпринимателям и участия в различных крупных инвестиционных проектах в стране. Хочу отметить, что построение тоже метро в столице Республики Таджикистан, городе Душанбе, тоже сегодня планируется осуществить все помощи корейских коллег. Сейчас в стране действует несколько совместных предприятий в различных областях, изучая переработку хлопкового волокна, производство диодных ламп с участием корейского капитала. В свободной экономической зоне Донера намечается открытие одной из крупнейших предприятий в Республике по производству солнечных батарей, финансированные корейскими инвесторами. В предоставлено свое множество дополнительных возможностей для укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. То есть перспективные направления для инвестиций, которые при налаживании взаимовыгодного сотрудничества, могут многократно увеличить объем оборота и инвестиций между двумя странами. В настоящее время основными направлениями сотрудничества Таджикса с странами Центральной Азии является прежде всего привлечение инвестиций для реализации проектов по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов, освоение ископаемых ресурсов и, соответственно, построение перерабатывающих промышленных предприятий, переработка сельскохозяйственных продуктов. В этом отношении у нас в последние годы очень хорошо сложились взаимодействия с Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. В перспективе и проритетные направления укрепления торгово-экономического сотрудничества нами видятся в следующих направлениях. Укрепление сотрудничества в направлении реализации экономических и инвестиционных проектов. Привлечение максимального количества долгосрочных кредитов для развития промышленного предпринимательства в регионе. И укрепление выгодного сотрудничества в области перерабатывающей промышленности, электроавтомобилестроения, фармацевтики и переработки сельскохозяйственных продуктов. По нашему мнению, больше всего могут быть привлекательными для корейских инвесторов подземные ресурсы Республики Таджиуса. Десятки видов подземных ресурсов в стране сегодня пользуются интересами инвесторов в многих странах. И уже перерабатывается более 40 видов полезных ископаемых. Недра страны богатит цинком, цветцом, вискутом, марибгеном, бальфрамом, медью, золотом, серебром, струбой лити, ратутью и другими минеральными ресурсами, имеющими достаточно высокий экспортный потенциал. Тот банк, который потенциал еще 600 шахт полезных ископаемых, металлов и драгоценных камней, полностью раскрыт специалистами в этой области, создают устойчивую основу для развития горно-добивающей промышленности и развития экономики нашего региона. Многие разведенные месторождения Республики Таджикстан частично подготовлены к промышленному освоению. Республика Таджикстан выражает надежду на укрепление связи с всеми странами Центральной Азии и Южной Кореи. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Харина Усмонович, за вашу презентацию потенциала Республики Таджикстан. Действительно, он очень большой и его еще предстоит раскрыть. Самое главное, у Таджикстана есть четкое видение развития страны, приняты конкретные программы, стратегии развития. И в этом плане и Узбекистан, и все страны Центральной Азии поддерживают Республику Таджикстан в реализации этих национальных программ. У нас тоже с Таджикстаном складываются очень хорошие, можно сказать так, союзнические отношения последние годы. Я думаю, это тоже очень привлекательно для Республики Кореи в том плане, что Харина Усмонович говорил о том потенциале, промышленном, производственном потенциале, горнорудном потенциале. Сегодня Таджикстан более интегрированный в Центральную Азию. В 2016 году, я смотрел статистику, у нас в Республике Таджикстан было только три пункта пропуска. То есть на границе, через которую проходили граждане, сегодня таких пунктов пропуска уже 16. 16 пунктов пропуска. При этом, если в 2016 году в среднем в день, есть такая статистика, в день пересекали границу в обеих направлениях 300 раз, то сегодня в среднем это 30 человек в пересечении через границу. То есть вы видите, насколько стали интенсивными контактами между Республикой Таджикистан и Узбекистан, не только между Республикой Таджикистаном, но и между всеми странами Центральной Азии. И сегодня мы вот с Республикой Таджикистан создаем индустриально-торговую зону. Это свободная экономическая зона на границе между Таджикистаном и Узбекистаном. Я думаю, где могли бы и корейские наши партнеры принять участие. То есть это свободная экономическая зона, торговая и индустриальная зона. Она должна способствовать реализации проектов промышленной кооперации, способствовать взаимной торговле. И чтобы все это интенсифицировать, мы запустили совместный инвестиционный фонд. Инвестиционный фонд. И нам был бы, кстати, интересен опыт Кореи по управлению этими инвестиционными фондами. Такие инвестиционные фонды мы запустили в том числе и с Республикой Кыргызстан. Эти инвестиционные фонды, это совместные инвестиционные фонды, которые признаны содействовать развитию торговли, развитию промышленной кооперации. И сегодня, на мой взгляд, актуальным является и менеджмент, управление деятельностью этих инвестиционных фондов, в том числе и свободноэкономических зон, приграничных свободноэкономических зон, которые мы создаем со странами Центральной Азии, где, кстати, Республика Корея могла бы поделиться своим опытом. Поэтому центрально-азиатская кооперация, взаимодействие между странами Центральной Азии открывает и широкие возможности для раскрытия богатого потенциала Республики Таджикистан. И спасибо, что вы раскрыли вот этот потенциал в ходе своей презентации. Спасибо еще раз, Харьков Иосифович, за вашу поддержку, за ваше личное участие в нашем мероприятии. Мы это очень высоко ценим. У нас есть, конечно, наши коллеги, друзья из стран Центральной Азии, но чтобы наши корейские друзья тоже имели возможность высказать свои мысли, а потом, может быть, наши центрально-азиатские коллеги будут высказать свои комментарии к выступлениям наших корейских партнеров. Я хочу сейчас слово предоставить нашей участнице нашего мероприятия. Это Ом Нарин, уважаемый Ом Нарин, специальный докладчик аппарата президента Республики Корея. Для нас большая честь, что сегодня на нашем мероприятии так широко представлены представители офиса президента Республики Корея и по вопросам экономики, и по вопросам внешней политики. Я с большим удовольствием предоставляю слово госпоже Ом Нарин. Вам слово. Здравствуйте. Меня зовут Ом Нарин. Я представляю... Сегодня я коротко расскажу о внешней политике Республики Корея. Для нас очень высокая значимость Центральной Азии во внешней политике Республики Корея. Особенно в последние годы растет геополитическая значимость Центральной Азии для Республики Корея. Растущая стратегическая важность является на фоне соперничества США и Китая за гегемонию и конфликта на Украине. Стратегическая важность Центральной Азии возросла после того, как Запад и Китай ускорили свой подход к Центральной Азии и продвигались в балансированную дипломатию. Означимость экономической... Для нас дипломатическая позиция нашего правительства всегда подчеркивает Центральную Азию. Это все указано в национальных задачах Республики Корея. Это создание сети сотрудничества для совместного противствования с Центральной Азией. Мы рассматриваем Центральную Азию как главного партнера в энергетической сфере, особенно Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан являются главными партнерами в энергетической политике. И в этом контексте я хотел бы подчеркнуть важность диалога на высшем уровне. Все президенты Республики Кореи посещали как минимум один раз в своем президентском сроке страны Центральной Азии. И мы посредством политического диалога хотим развивать сотрудничество в сфере экономики, политики и образования. И также мы особое значение уделяем дипломатическим процессам. Спасибо большое, госпожа Омнари. Я согласен с Вашей оценкой, что растет геополитическое значение Центральной Азии. Я думаю, в первую очередь это, конечно, связано еще и с тем, что сегодня страны Центральной Азии более тесно кооперируют между собой и выступают с единым голосом на международных площадках. И более сплоченно, более консолидированно отстаивают общие региональные интересы. Соответственно, и формируется такой емкий взаимосвязанный региональный рынок. Я хочу напомнить, что в прошлом году в Челпон-Ате, это в Кыргызстане, на четвертом саммите стран Центральной Азии была принята концепция взаимодействия стран Центральной Азии в рамках многосторонних институтов. То есть страны Центральной Азии договорились выступать с координированных, с согласованных позиций на международных площадках. И такие случаи имеют место все больше и больше. Я такой пример приведу, я об этом говорил раньше. С 1991 по 2016 год в рамках ООН было принято где-то порядка, если не ошибаюсь, 20 специальных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые в той или иной степени касались вопросов о Центральной Азии. Это климат, это вопросы, связанные с радиацией, радиационной безопасностью, вопросы, связанные с туризмом, вопросы, связанные с ядерной зоной, ну и так далее, и так далее. А вот за 2016 по 2022 год было принято уже где-то 18 резолюций специальных. То есть вы видите динамику. Если за 1991-2016 сколько? 25 лет было принято 20 резолюций. А за 6 лет было принято уже 18 резолюций, где страны Центральной Азии выступали в соавторстве. Это в принципе резолюции, которые направлены на оценивание интересов региона. То есть уже как бы видно, формируется такая региональная субъектность. Я думаю, в этом и заключается геополитическое значение Центральной Азии. Более того, вот у нас последний Душамбинский саммит был, где встречались главы государств. Мне журналисты часто задают вопросы, говорят, очень много было инициатив со стороны глав государств. Это синхронизировано или параллельно выдвигают они инициативы? Я говорю, конечно, нет такой синхронизации в том плане, что заблаговременно собрались, договорились и на этом саммит начали озвучить инициативу. Но и параллельно нельзя сказать. Потому что за эти 6 лет сформировались 15 и более различных форматов. Это экономический форум Центральной Азии, он уже более двух раз был проведен. Это инвестиционный форум Центральной Азии, это форум женщин-лидеров Центральной Азии, он 4 раз был проведен. Это Центрально-азиатский молодежный форум. Это встречи министров транспорта, встречи министров сельского хозяйства, которые где-то уже минимум 4 раза их проводили. То есть 15 различных форматов, где страны Центральной Азии различные аспекты, региональные вопросы рассматривают. И, соответственно, последний саммит Душамбинский, на мой взгляд, тут коллеги не дадут мне соврать, он действительно очень был богатой инициативой. Причем, если посмотреть, они все коррелируются. Наш президент предложил разработать стратегию по развитию промышленной кооперации в регионе. Президент Казахстана, уважаемый Касмужамар Кемелевич, он говорит, надо план действий принять по промышленной кооперации. Уважаемый президент Таджикистана, Моли Рахмон, говорит, нам нужны проекты, конкретные проекты в сфере легкой промышленности, гидроэнергетики. То есть уже видно, что нет такой предварительной договоренности глав государств, но благодаря различным форматам, вот этой тесной кооперации, мы уже видим такую синхронизацию нашего взаимодействия. В этом и заключается значение, геополитическое значение, это уже такой становится геоэкономический актор. Конечно, интерес к региону растет. Мы знаем, что идет конкуренция и в условиях жесткой конфронтации, которая в отдельных точках мира перетекает в горячую фазу. Конечно, регион рискует быть превращенным в поле, скажем так, жесткого противостояния, чего мы допустить не хотим. Страны Центральной Азии не хотят этого допускать. Мы хотим, чтобы регион оставался в пространстве взаимовыгненного сотрудничества, открытым, инклюзивным пространством. Я думаю, здесь у нас общие подходы с Республикой Корея. Мы хотим работать со всеми. Мы работаем с Россией, не против США. Мы работаем, понимаете, с Китаем, не против Европейского Союза. Мы работаем ради наших национальных интересов, ради региональной стабильности и устойчивого развития. И это мы говорим всем нашим партнерам. То есть регион хочет оставаться открытым, инклюзивным пространством. И наша главная цель – это устойчивое развитие и просветание народа в Центральной Азии. И тут мы, конечно, думаю, в этом мы имеем общие подходы с Республикой Кореи. И это, наверное, тоже повышает геополитическое значение региона. Он открыт, он становится таким важным звеном межрегионального взаимодействия. Межрегионального взаимодействия. И это очень важно сегодня поддерживать. Спасибо, госпожа Омна Рин, за ваш приезд, за ваше участие, за ваш доклад. Теперь я хочу слово предоставить нашим кыргызским друзьям. К сожалению, я же говорю, вот с одной стороны все мы при президентах. Это очень хорошо, потому что мы обладаем как бы экспертизой и прямым каналом к нашим главам государств. С другой стороны, у нас администрации иногда нас вызывают, и мы вынуждены туда бежать. Поэтому наш коллега Ермек Канатович, он был вызван в администрацию, там проходит совещание. Но нас вот поддержала АСЕЛЬ, Джалилова, она является руководителем центра экономических исследований, Национального института стратегических исследований. И я с большим удовольствием предоставляю вам слово. Спасибо огромное. Уважаемые организаторы и участники экспертного форма, Как обозначили выше, наш центректор сейчас находится на аппаратном совещании. И вместо него, и в связи с этим, разрешите зачитать его доклад. Дамы и господа, добрый день. Прежде всего, хочу от имени Национального института стратегических исследований При президенте Кыргызской республики и от себя лично поблагодарить узбекских и корейских друзей За организацию такого мероприятия. Считаю символичным, что для максимального сближения и эффективного сотрудничества Был выбран такой формат обсуждений, а именно как экспертный форум, Обозначенный в виде стратегического диалога «Центральная Азия-Южная Корея». Это не значит, что мы намеренно будем обходить острые углы, Но это значит, что мы готовы к честной и открытой истории. Ассель не слышно. Никаких доказательств. Мировой порядок, согласованный после мировой войны второй, Дает существенный сбой. Ситуация за короткое время кардинально изменилась. И это довольно-таки до сегодняшний день продолжает меняться. Мы видим, как теряют свою эффективность крупнейшие международные организации, Как нарастает кризис доверия, Как размораживаются замороженные конфликты и возникают новые. И поэтому особенно важен регулярный диалог между партнерами, Который, я надеюсь, сегодня на уровне экстерного аналитического сообщества Обретет некий конструкт. Центральная Азия традиционно находится в зоне влияния России и Китая. Это обусловлено как географическими, так и историческими посылками. Но последние события на мировой арене дают странам региона Больше политической свободы и возможности проводить реальную многовекторную внешнюю политику. Центральная Азия становится действительно центральной И вызывает интерес у все больше количества как геополитических, так и региональных игроков. В свою очередь, новая экономическая политика Республики Корея И также новые геополитические обстоятельства Предоставляют шанс активизации центрально-азиатского корейского сотрудничества. У Южной Кореи в Центральной Азии есть, скажем так, две истории успеха. Это двустороннее сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном. Уверен, что мои коллеги скажут еще поподробнее об этом. И вообще нужно признать, что пока формат двустороннего сотрудничества с Теула Со странами в Центральной Азии намного эффективнее, чем формат по формуле 5 плюс 1. Но все еще впереди, потому что есть желание развивать контакты самых разных форматов. И создаваемый корейско-центрально-азиатский аналитический форум будет этому только способствовать. Уважаемые коллеги, сегодня, несмотря на то, что у наших корейских друзей Нет больших геополитических амбиций в Центральной Азии, Республика Корея вполне может стать альтернативной традиционным актором в регионе. Республика Корея как реферантная модель экономического развития очень привлекательна для Кыргызстана. Чудо на реке Ханган стало примером того, как за 30 лет из аграрной страны можно превратиться в развитое государство, лидера научно-технологического развития. В свою очередь, Кыргызстан может быть интересен корейским партнерам возможностью развития фармацевтики, туризма, зеленой энергетики, экспорта редкоземельных металлов. Конечно, нам хотелось бы больше взаимодействия в области инвестиций и реализации крупных совместных проектов. Мы открыты к сотрудничеству как на двусторонней основе, так и в формате 5 плюс 1, а также на площадке ЕАЭС и ШОС, которые также представляют интерес для Республики Корея. Помимо экономических проектов, Кыргызстану были бы интересны проекты в области образования, особенно в сфере цифровых технологий, робототехники, энергетики, управления бизнесом. У Республики Корея высококваренноспособная система образования, и нам было бы очень полезно, если бы Корея поделилась бы нам с этим опытом. Дамы и господа, мы находимся в ситуации системного кризиса или фазового перехода, который человечество переживало всего несколько раз за всю свою историю. Очень сложно прогнозировать, чем закончится этот переход и каким мы выйдем из него. Очевидно одно, как было раньше, уже не будет. Очевидно и то, что без тесного взаимодействия с высокоразвитыми технологическими странами мы будем очень сложно сохраниться в этом мире. Но не только технологиями в узком понимании этого слова нужно уделять особое внимание. Важной задачей становится развитие человеческого капитала. И это не только фокус на развитии системы образования, но и на нашем уровне уже сейчас возможность для наших сотрудников, экспертов повышать свою квалификацию, делиться опытом, повышать свой профессиональный уровень, станет первостепенной задачей. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наш будущий аналитический корейско-центральный азиатский форум предусмотрел обучающий, образовательный, совместный исследовательский компонент. В заключении хочу поблагодарить всех за организацию такого мероприятия и пожелать всем полезных для наших стран в дискуссии. Спасибо большое, госпожа Джалилова. Спасибо за очень такой конкретный доклад. Четко вы определили ту ситуацию, в которой мы находимся, и вызовы, перед которыми мы стоим. И я согласен, конечно, вы отметили, что есть у Кореи успех сотрудничества с Казахстаном, с Узбекистаном. Надо вовлекать, конечно, и Кыргызстан. Кыргызстан тоже обладает большим потенциалом, и это видно даже по сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном. У нас в 2016 году товарооборот с Кыргызстаном составлял 120 миллионов. Сейчас это уже 1 миллиард 300 миллионов. То есть за 6 лет наш товарооборот вырос в 10 раз. Представляете? И более того, мы недавно, кажется, 1 сентября, да, Сэль, ввели новый режим пересечения границы. Наши граждане могут посещать наши страны с обычным общегражданским такой вот такой ID-картой. То есть раньше для этого требовалась виза, а сегодня вы можете спокойно с общегражданским паспортом, по сути, пересекать границу. Я сам в сентябре был на границе с Кыргызстаном, Кадамжоэ, у нас там один из крупных пунктов пропуска. Оказывается, в день границу пересекает 6-8 тысяч человек. И люди просто приезжают отдохнуть, уезжают, покупки делают, то там, то тут. Это, конечно же, открывает тоже большие перспективы для расширения присутствия нашего корейского бизнеса в Кыргызстане. То есть регион становится более взаимосвязанным. В частности, я хотел бы упомянуть проект строительства Камбаратинской ГЭС. Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились строить эту ГЭС. Это на реке Нарын, приток Сардари. Вообще Кыргызстан очень богат. Так же и Таджикистан гидроэнергетическим потенциалом. Очень большой гидроэнергетический потенциал. И наши лидеры договорились строить такую ГЭС. Я думаю, это позволит вырабатывать экологически чистую энергию. И более того, на фоне развития промышленной кооперации в регионе можно будет производить продукцию, в которой доля ископаемого топлива будет очень низкой. Это будет конкурентоспособная продукция, я думаю, которую можно также выводить на рынки третьих стран. Тем более сейчас спрос на такую продукцию, тем более возрастает. Я думаю, тут мы могли бы работать и с нашими корейскими партнерами. Тем более, насколько я знаю, сейчас формируется финансовый консорциум, который должен обеспечить финансирование этого проекта. Есть у нас такие проекты из Республики Таджикистан. Мы на реке Заравшан строим тоже два ГЭС гидроэнергетических объекта. То есть те проекты, где Республика Корея могла бы принять участие не только финансово, но и своей технической экспертизой, что для нас очень важно. А энергетика для региона – это один из стратегически важных направлений взаимодействия. Спасибо большое еще раз, Астель. Передавайте привет нашим коллегам, друзьям из Кыргызстана. Спасибо, что вы приняли участие. Теперь, коллеги, я бы хотел предоставить слово нашим туркменским друзьям. Друзьям мне доставляет большое удовольствие слово предоставить господину Анабаеву Араз Мухаммеду. Он является научным сотрудником Центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана. К сожалению, директор… В эти дни проходит день позитивной нейтралитета в Туркменистане. Я пользуюсь случаем, поздравляя наших туркменских друзей с этим важным, без сомнения, событием. Мы в прошлом году были, кстати, в Туркменистане, в эти дни проводили Центральный Азиатский экспортный форум. Как раз в эти дни, в прошлом году, мы провели очередной Центральный Азиатский экспортный форум в Туркменистане и принимали участие на этих торжественных мероприятиях. Я вас поздравляю с этим праздником, и директор тоже участвует в этих торжественных мероприятиях. Но наши коллеги нас поддержали, и вот сегодня с нами научный сотрудник Центра стратегических исследований Института международных отношений. Вам слово. Спасибо, уважаемый Акром Джанилфон, за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, меня слышно? Слышно, слышно. Спасибо. Спасибо за поздравления. Действительно, у нас сегодня идут параллельные мероприятия. Завтра, как вы знаете, Международный день интернет-ролитета, с чем я вас также поздравляю. Посол Шириев, наш руководитель Центра, посол Шириев Шираулевич, участвует в параллельных мероприятиях. Поэтому позвольте мне, от имени Туркменистана, от имени нашего Центра, участвовать в первой сессии нашей конференции. Уважаемые дамы и господа, коллеги, прежде всего, позвольте вывозить благодарность организаторам нынешней встречи за приглашение принять в ней участие. Как отметили наши коллеги в своих выступлениях, наша встреча проходит на фоне серьезных изменений и испытаний системы международных отношений. Как одной из величайших выступлений, состоящих перед мировым сообществом, является восстановление доверия и мира. Решить эту задачу можно только посредством диалога, направленного на достижение устойчивой безопасности во всех смыслах – геополитической, экономической, экологической, продовольственной и т.д. Усиливающаяся глобальная неопределенность, включая финансовые кризисы, пандемии, политические противостояния, вооруженные конфликты на планете и климатические кризисные явления, безусловно, требует от всех государств Центральной Азии активной консолидации, чтобы сохранить наш регион островом стабильности в этом неспокойном море внешних условий. Принципы взаимного уважения и прогресса между государством и Центральной Азией, становившиеся в отношениях наших стран, соответствуют поиску конструктивных подходов к созданию новых возможных региональных интеграций. Одним из серьезных вызов для устойчивого развития Центральной Азиатской стран является глобальное изменение климата. Реагирование и адаптация к этим изменениям не ограничиваются исключительно техническими мерами и практиками. Не менее важно иметь глубокое концептуальное понимание истоков таких проблем и, на взгляд, на реальность. А реальность такова, что тесное сотрудничество стран нашего региона имеет важное значение для решения вопросов его устойчивости, в том числе по теме глобального подсепления климата. На конструктивных встречах глав государств Центральной Азии выдвигается актуальная инициатива и принимается важное решение по уступлению регионального сотрудничества в области смягчения последствий изменения климата. Основными путями адаптации являются постепенная декарбонизация экономики, рациональное использование вовремя, внедрение энергетических технологий, увеличение доли возобновляемых источников энергии. В этом контексте следует особо отметить заявление президента Севдара Бердумхамедова, озвученное на недавнем климатическом саммите КОК-28 в Дубае. В частности, глава государства заявил о присоединении Туркменистана к глобальному метановому обязательству. Туркменистан продолжит текущее сотрудничество с международными организациями и государственными партнерами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на практическое выполнение условий, вытекающих из глобального метанового обязательства. Севдар Бердумхамедов также отметил важность подписания 13 ноября этого года меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и программой ООН по окружающей среде ЮНЕП для разработки региональных программ, направленных на передачу климатических технологий Туркменистана и государствам Центральной Азии. Наша страна рассматривает этот документ в качестве первого шага и серьезный правовой предпосылок для открытия в Туркменистане регионального Центра ООН по технологиям, связанным с участием климата Центральной Азии. Таким образом, инициатива Туркменистана о создании специализированного Центра ООН для регионов с почти 80-миллионным населением, обладающим уникальными природными ресурсами, биоразнообразием и одновременно находящегося в зоне серьезных экологических рисков, сегодня обретает реальные перспективы. Серьезным вызовом для устойчивого развития в Центральной Азиатском регионе остаются водно-энергетические проблемы. Более рациональное использование водно-энергетических ресурсов в регионе может быть достигнуто при формировании согласованной водно-энергетической стратегии и общего энергетического пространства, включающей точки роста зеленой энергетики и широкого применения энергоэффективных технологий. Вопрос продовольственной безопасности продолжает сохранять свою актуальность для региона. Он также всегда находится в фокусе внимания на консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Стран Центральной Азии проявляет заинтересован в разработке и реализации комплексных протегий цифрового сельского хозяйства, что может ускорить переход к более устойчивым и инклюзивным сельскохозяйственным и продовольственным системам и помочь в достижении цели устойчивого развития. Здесь также стоит отметить важное совместное исследование по повышению производительности в сельскохозяйственном секторе. В то же время устойчивое будущее развития стран Центральной Азии напрямую зависит от вовлечения соседнего Афганистана в региональные экономические проекты, интеграционные процессы, в соответствии социально-экономическом восстановлении и развитии. В политическом измерении Туркменистан выступает за формирование новых государственных институтов и наших соседей при широком университете этноконфессионных групп, проживающих в стране. Позиция Туркменистана по афганской проблематике базируется на трех основных принципах. Во-первых, Туркменистан всегда с первого дня независимости выступал и выступает за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Как соседние и нейтральные государства Туркменистан готовы содействовать к созданию благоприятных условий для вторичного установления мира на афганской земле. Во-вторых, в экономическом аспекте Туркменистан, как и прежде, готов к дальнейшему продвижению вопросов в связи с реализацией крупных инфраструктурных проектов, в частности газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линии электропередачи и оптиковолоконной связи маршрута Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также железных дорог, позволяющих значительно расширить возможности региональных транзитно-транспортных коридоров. В-третьих, Туркменистан регулярно оказывает народу Афганистана гуманитарную поддержку для содействия процесса мира строительства. В целом, Туркменистан входит с необходимостью координированной работы государства региона с целью консолидации совместных усилий, нацеленных на комплексы политко-экономического поддержки Афганистана. Уважаемые коллеги, МИД становится все более взаимосвязанным посредством потоков информации, ресурсов, товаров и услуг, людей и идей. А это означает, что изменения, происходящие в одной части мира, вероятно, окажут волновое воздействие на другие. Это означает, что системы производства и потребления в Центральной Азии не изолированы друг от друга или остального мира. На них влияют многочисленные факторы перемен. В результате растет интерес к системному мышлению и прогнозирующему сцену с целью разработки более информированных и в конечном итоге более эффективной политики стран нашего региона, что позволит сформировать крепкую экономическую архитектуру региона в целом, благодаря которой страны Центральной Азии смогут гораздо меньшими издержками и справляться с различными людьми в будущем. Уважаемые коллеги, дамы и господа, не особо приятно подтвердить отношения между Туркменистаном и Республикой Кореи является образцовым примером дружественных связей и равноправного взаимодействия партнерства. Взаимные визиты, регулярно организованные на высшем и высоком уровне, способствуют последовательному наращиванию межгосударственных и межправительственных контактов, а также поиску соприкосновения между промышленно-экономическими и бизнес-сообществами наших стран. Туркменистан и Корея являются партнерами в области витрения высоких индустриальных и промышленных технологий, совместно реализуют имеющиеся большие возможности в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистических сферах в области цифровизации. Туркменистан приветствует, заинтересованность крупных корейских компаний, совместной реализации проектов в газовой и газохимической отраслях в сферах транспортного и студостроения, а также в участии в строительстве промышленных объектов в рамках второй очереди города Аркадах, воплотившую инцепцию умного города и возведенного по инициативе Национального бизнеса предметового народа председателя ХАЛКМАС-МАГАТЫ, Курбангулы и Берденца. Уважаемые коллеги, Туркменистане придают большое внимание успешному развитию отношений с Кореей на многоформатной основе, в частности в рамках форума Центральной Азии и Республика Корея. Как вы знаете, в начале ноября месяца 2000 года в Ашхабаде прошла встреча глав внешнеполитических ведомств в рамках формата Центральной Азии и Республики Кореи, и она была посвящена теме сотрудничества через реализацию колоссального потенциала молодежи в формировании устойчивого будущего Центральной Азии и Республики Кореи. Ашхабадский форум продемонстрировал, что последовательное укрепление связи, наращивание экономического потенциала сотрудничества, логистических возможностей, формирование эффективных схем кооперации в науке, образовании, медицине, туризме, сфере охраны окружающей среды, совместной разработке проектов в области промышленности, сельского хозяйства, текстильной отрасли, в индустрии высоких технологий, сапровизации, культурно-гуманитарном взаимодействии отвечает интересам народов Центральной Азии и Республики Корея с целью экономического и социального роста. В частности, с Туркмэнстаном были внесены следующие предложения, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Так было бы целесообразно, силуя педагиды международного агентства по сотрудничеству Республики Корея ОИКО, организовать ежегодные курты повышения квалификации молодых дипломатов Центральной Азии. Укрепление доверительных отношений между странами будет способствовать и созданию такой площадки, как молодежный фестиваль Центральной Азии и Республики Корея, которого проводился ежегодно в странах региона. И еще, прошедший в Ашавабе в рамках 16-го форума сотрудничества Центральной Азии и Республики Кореи бизнес-форум молодых предпринимателей наших шести стран показал их большое интересное взаимодействие друг с другом по таким направлениям, как возобновляемая энергетика, цифровая экономика, биотехнологии, робототехника, умный город и так далее. В этой связи предложена организовать выставку стартап-проектов молодежи Центральной Азии и Республики Кореи, которые предоставят возможности молодым предпринимателям и разработчикам обмениваться передовыми идеями, находить партнеров и девушек. Если задать этому движению зеленый курс, оно потенциально может быть в качестве рычага устойчивого развития для наших стран. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, Аразмухаммед Аман Мухаммедович, за очень такой содержательный доклад. Вы, как бы, ситуацию в мире очень подробно описали свои подходы по Центральной Азии, в том числе и в мире по вопросам зеленой энергетики. И в целом подходы Туркменистана очень подробно раскрыли, конкретно дали предложение по сотрудничеству с Республикой Корея, в том числе и в формате Центральной Азии, Республика Корея. Спасибо большое. Я не могу не согласиться с некоторыми вашими тезисами. Действительно, вот вы сказали, мы хотим Центральной Азии оставаться таким стабильным островом, в таком нестабильном море. Да, вот это очень образное выражение, но действительно это так. И сегодня Туркменистан вносит такой очень важный вклад в то, чтобы действительно Центральная Азия и сотрудничество в Центральной Азии крепло, крепее такой экономический каркас взаимодействия. Я, кстати, хочу вот напомнить, мы в Чуапанате на четвертом саммите глав государств в Центральной Азии приняли дорожную карту, дорожную карту по развитию регионального сотрудничества. В принципе, это был один из первых документов, который был принят главом государств. И эта дорожная карта, кстати, была инициирована на саммите туркменской стороной, на предыдущем саммите, это было в Туркмен, в Авазе это было, да, это в Авазе было, в Туркменистане. Эта дорожная карта предусматривает 25 пунктов, разбита на несколько блоков, в том числе предусматривает регулярное проведение экономических форумов, инвестиционных форумов, промышленных выставок. И даже на последнем саммите Туркменистан внес ряд таких важных, конкретных предложений, в том числе о запуске энергетического диалога в Центральной Азии. Я думаю, это очень важная такой конкретная была инициатива, и я так полагаю, она найдет поддержку в регионе, действительно такой энергетический диалог нужен. У нас в регионе, в Туркменистане большие запасы газа, в Казахстане большие запасы нефти, всего 7% мировых запасов газа, 7% мировых запасов нефти, они сконцентрированы в странах Центральной Азии, в Таджикистане, в Кыргызстане огромные запасы гидроэнергетических ресурсов, то есть и объединение здесь усилий, и согласованное взаимодействие, было бы важным таким условием энергетической безопасности региона. И действительно, у нас очень важная инициатива Туркменистана, о которой я всегда говорю, вот когда речь идет о регионе, Туркменистан, внес такую инициативу, кстати, была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, объявить Центральную Азию зоной мира, согласия и сотрудничества. Эта инициатива была поддержана Генеральной Ассамблеи ООН, она продвигалась с авторствами всеми странами Центральной Азии. Я думаю, это очень важная инициатива, которая, кстати, дополняет инициативу наших казахских коллег, я знаю, в рамках шоу сейчас наши казахские друзья продвигают инициативу о мировом единстве, ради солидарности, и, кажется, я могу там ошибаться в словах, можете посмотреть, о солидарности и сотрудничестве в регионе тоже. То есть, тут есть инициатива Узбекистана, самаркандская инициатива солидарности. То есть, все инициативы стран Центральной Азии, я к чему говорю, они нацелены на то, чтобы действительно сохранить регион пространством взаимовыгодного сотрудничества, то есть, открытым для взаимодействия. И это присуще внешней политике всех стран региона, потому что мы хотим развиваться. А для этого регион надо сохранять открытым, инклюзивным. И не могу я не коснуться темы Афганистана, наши вот туркменские коллеги эту тему подняли. Это очень важная тема. Она непосредственно связана и со стабильностью в регионе. То есть, не будет безопасности, стабильности в Афганистане, трудно представить устойчивое развитие региона, то есть, полное раскрытие его потенциала. И поэтому все страны Центральной Азии тут уделяют большое внимание восстановлению, мирного восстановления Афганистана. Мы тут руководствуемся больше вот именно экономическим подходом, считаем, что надо устранять те причины и условия, которые создают питательную почву для всех вот деструктивных явлений, которые имеют место там быть. И в этом плане мы ведем диалог с нынешними властями. Это не сама цель, это цель этого диалога упредить угрозы безопасности, в том числе через этот диалог создать условия для восстановления экономики, мирной экономики Афганистана. В этом плане наши туркменские коллеги, мы продвигаем трансрегиональные проекты. Это вот газовый трубопровод, который ведет из Туркменистана через Афганистан в Пакистан с выходом перспективы на Индию или же наша железная дорога, которую мы предлагаем построить через Афганистан, через Пакистан тоже с выходом к портам Индийского океана, либо же проект строительства линии электропередачи КАСА, которая должна связать через Центральную Азию с Пакистаном и с Южной Азией. То есть эти трансрегиональные проекты это не только бизнес, что очень важно, мы считаем, что железная дорога и все другие проекты позволят взять в экономический оборот другие отрасли экономики Афганистана, они станут триггером экономического восстановления Афганистана и будут лишать социальной базы терроризма и экстремизма, что очень важно. Более того, вот эти трансрегиональные проекты, где Афганистан выступает связующим мостом, должны позволить сформировать консенсус в регионе между странами, которые вовлечены в эти проекты и которые получают дивиденды от этих проектов о необходимости сохранения стабильности в Афганистане, потому что это ключ к реализации этих проектов. То есть мы, на мой взгляд, эти проекты это еще и мирные проекты. Тут это политико-экономические проекты, на мой взгляд. И тут у нас общие подходы, поэтому мы не можем отворачиваться от Афганистана. Это наш сосед. И мы сегодня оказываем посильную помощь афганскому народу, мы поставляем туда гуманитарную помощь. Наши страны, в том числе Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан у нас у всех работают погрань-переходы, рынки работают, мы даже поставляем туда электроэнергию, почти 60%, если я не ошибаюсь, всей электроэнергии поставляют из стран Центральной Азии. И мы надеемся, что со временем наступит такое долгосрочное, наступит нормализация ситуации в Афганистане. Это ключ к взаимосвязанности, как раз ключ к раскрытию всего потенциала региона через порты в Индийском океане. Можно еще легче связываться в том числе и с Южной Кореей. С Южной Кореей, я думаю, это важное направление работы, где мы надеемся на поддержку Республики Корея, которая имеет весомый голос в международных финансовых институтах, международных донорских организациях. Мы видим, что на фоне событий на Украине и на Ближнем Востоке внимание к Афганистану ослабевает. Ослабевает, но, к сожалению, гуманитарная ситуация там не улучшается. Уже 28 миллионов человек различные оценки испытывают острую нужду продовольственных товаров. И последние годы, 4 года, вот было 3 года подряд были там наводнения, землетрясения, вы знаете, сейчас из Пакистана переселяют беженцев в Афганистан. И это все, конечно, несет определенную угрозу для стабильности и Афганистана, и, конечно, приграничной Центральной Азии. Поэтому очень важно все-таки сохранить Афганистан, гуманитарную ситуацию в этой стране, центры внимания международного сообщества. Спасибо большое Аразмухамед Аман Мухамедович, что вы подняли эту тему, действительно, очень важная тема. И тут мы с нашими партнерами из Кореи, думаю, тоже должны выработать общие подходы и какие-то точки соприкосновения. Спасибо. У нас, коллеги, заключительное выступление. наш партнер, соорганизатор. Я с большим удовольствием предоставляю слово директору Центра международных региональных исследований Университета иностранных языков Хангук господину Кангу. Вам слово. Сегодня очень много выступлений было. Благодарю всех. Сейчас очень разные мнения были. Я послушал много мнений и все говорят о политических вопросах. И Корея тоже сейчас очень много думает о геополитических вопросах. И Центральная Азия, которая находится посередине Китая, Россия, Россия и еще Центральная Азия сейчас проводит C5 плюс 1 диалоги. я думаю, первая задача, я думаю, нужно сохранять политическую стабильность. Второе, это обеспечение устойчивого развития. вот это две вопросы, ключевые вопросы, считаются. В этом плане, как вы слышали, госпожа Омна Рин тоже об этом рассказывала сегодня. и наш секретарь президента тоже об этом об этих вопросах говорил. И я тоже со своей стороны в этом направлении хочу некоторые вопросы остановиться. Корея почему в начале независимости обратил внимание на Центральную Азию? в первую очередь это из-за привлекательности энергетических запасов. И Центральная Азия тоже сейчас много развивается и диверсифицируется наши направления сотрудничества за счет IT, цифровизации и технологий. И поэтому я думаю сейчас нам нужно обратить внимание больше на такие сферы сотрудничества и например у каждой страны есть своя специфика Казахстан например богат природными ресурсами им больше интересуют инвестиции развитие промышленности энергетики технологическое сотрудничество и например Туркменистан говорили о Афганистане и подчеркнули о важности изменения климата и каждая страна в Центральной Азии имеет свою специфику свое направление и я думаю все они очень хорошие партнеры для Центральной Азии Корея из аграрной страны превратился в страну высокого технологического развития еще развиваются демократические институты и еще сейчас технологическо развитой страной стала Корея и мы у нас имеется опыт становления страны развитой IT и технологии и мы можем в этом направлении можем сотрудничать с странами Центральной Азии и я хочу сказать что мы хорошие партнеры именно в сфере IT и технологий и вопрос остается вопрос как мы можем передать свой опыт свои технологии свою ноу-хау какими путями какими каналами вот это остается главным вопросом нам нужно разработать механизм и какие-то структуризовать это должно осуществиться путем диалога и обмена мнениями и нам необходимо знать как думают об этом страны Центральной Азии какое у них мнение мы не должны двигаться только по нашей дорожной карте мы должны учитывать все мнения Центральной Азии и и так же мы не должны думать только о своей выгоде мы должны думать о взаимной выгоде и я думаю если решить эти вопросы страны Центральной Азии и Кореи станут хорошими партнерами и еще я первый раз например посещаю Центральную Азию но для меня кажется очень как близким даже люди культура все кажется мне близким и если мы объединим силы вместе сотрудничею будем двигаться мы точно сможем добиться многого и только у нас позитивные сейчас мнения подходят и мы должны согласовать вопросы устойчивого развития и экономической безопасности тогда мы сможем еще больше эффективно сотрудничать и если все это объединить мы сможем добиться очень больших успехов в развитии сотрудничества Республик Кореи и Центральной Азии нам нам нужно теперь более активно уделять внимание именно регион Центральной Азии и сотрудничеству Кореи и Центральной Азии у меня еще и другие вопросы по экономическим и культурным вопросам я после обеда расскажу спасибо большое господин Канг коллеги я предлагаю подвести итоги прежде всего хочу поблагодарить наших коллег из стран Центральной Азии за то что они нашли время сегодня и возможность подключились и как мне кажется приняли участие с конкретными предложениями вот я думаю вы со мной согласитесь каждый из стран Центральной Азии вложила свое конкретное видение ситуации но и внесла конкретные предложения которые будут учтены нашими корейскими коллегами я согласен вот с последними словами господина Канга сотрудничество должно осуществляться на принципе взаимной выгоды только так мы можем добиться ожидаемого результата то есть вывести сотрудничество между нашими странами на еще более высокий уровень в интересах народов наших стран в интересах процветания наших стран конечно для нас и тут об этом неоднократно говорилось представляет большой опыт Кореи которая действительно за короткое по историческим меркам время смогла из аграрной страны превратиться в такое технологически развитое государство говорят вот сотворить действительно чудо на реке Ханган мы знаем что сегодня в эти дни нынешний президент Кореи господин Юнсок Ёль который возглавляет правительство инициировал стратегию нового роста 4.0 в марте была разработана национальная стратегия поддержки передовых технологий где были определены шесть ключевых задач я кстати с ней ознакомился это поддержка и полупроводниковой промышленности строительства промышленных кластеров 14 регионов если мне память не ошибается не изменяет это и производство аккумуляторов дисплеев но не только это и биофармацевтика умная сельскохозяйство умные города это и космос то есть видно что как говорится Корея хочет сотворить второе чудо на реке Ханган и мы хотели бы тоже быть приобщены к этому чуду у Центральной Азии действительно большой потенциал и сегодня это осознают самое главное сами Центральные Азиаты и сегодня страна Центральной Азии и это видно в последние годы объединяет свои усилия и выводит сотрудничество на новые такие рубежи чтобы полностью задействовать те резервы которые имеются в регионе они действительно очень большие у нас есть уже свое как бы видение нам очень важен опыт Кореи в плане и демократизации создания действительно таких функционирующих демократических институтов которые тоже обеспечат устойчивое развитие страны но и опыт экономической модернизации и он тоже очень важен поэтому я думаю нам надо вместе работать для этого страна центральной Азии у нас есть очень важный актив это коре сарам говорят более 300 тысяч корейцев и у нас например на столе не только по праздникам почти каждый день раз в неделю чемчи является как бы обычной частью нашего ужина меню чемчи морковь ча кстати морковь ча я не знаю в корее говорят морковь ча не делают говорят когда корейцы приехали в центральную Азию тогда капусты было мало но было много моркови и они заменили капусту говорят морковь и сделали морковь ча так что морковь ча вкусно можно здесь покушать есть морковь ча чемчи я вот ходил в детский сад с корейцами в школу ходил с корейцами я вот отмечал и праздники корейские вот знаменитый праздник чусон есть такой да праздник урожай чесон то есть поэтому и не случайно что вы себя чувствуете здесь как у себя дома потому что мы воспринимаем как своих хотя вы проехали из республики корея но ментально мы вас воспринимаем как неотъемлемую часть нашего народа это у нас уже сидит за эти годы это сложилось поэтому я думаю это мощный актив который нам надо задействовать и центральная азия не только энергоресурсы это производственный потенциал это интеллектуальные ресурсы это и то что сейчас надо для вот новых технологий данные от 5 до 40 процентов 10 критических металлов и материалов они находятся в центральной азии это молибден это литий это вольфрам это марганец то есть это большие запасы и где мы могли вместе работать сегодня я знаю работа уже ведется то есть большие перспективы есть поэтому еще раз всем спасибо я думаю мы нормально отработали эту сессию и теперь коллеги я всех хочу пригласить кстати есть дискуссия у нас и но мы к сожалению время оказывается перебрали для дискуссии времени но моя я предлагаю продолжить дискуссию во время обеда у нас сейчас перерыв на обед всех приглашаем на обед